Решил как-то вечером Хома ноги размять. Вышел из норы. Луна. И всё кругом тени отбрасывает. Даже трава. Даже муравьи домой опоздавшие. Даже мошки летят, а под ними по земле крошечные, как булавочный укол, тени бегут. А самая большая тень от заснувшего на поле трактора. Она все маленькие тени накрыла. Летел над полем филин-полуношник. Тенью своей крылатой любовался, глазищами сверкал. А как мимо трактора полетел, с горя заухал, тень потерял. Стоит Хома тенью своей любоится. Упитанная такая, плечи и ростом вышла. Хорошая тень, сказал Хома. Пробегусь-ка я с ней шагу в пять на перегонки. И хватит. И спать. Побежал Хома, вслух шаги считает. Раз, два, три. Не может свою тень догнать. Четыре, пять. Остановился Хома. Смотрит на свою тень и головой сокрушенно качает. И тень в ответ головой качает передразнивает. Обогнала и рада. Обидно ему. Чужую не догнал бы, это пусть, ладно. А свою очень обидно. Ведь не какая-то, а своя родная, размышляет. Ну, бегаешь хорошо, сам вижу. Моя тень и не может бегать плохо. Но поддаться же можно, хоть чуть-чуть отстать, а не мчаться, сломя голову вперед. Ну, ладно, рассердился Хома. Не хочешь добром? Я тебя сейчас так загоняю, три дня не встанешь. Или четыре. И как припустился по полю. А тень впереди, впереди. Хома и путь нарочно по ухабистей выбрал. А ей хоть бы хны. Ни разу не споткнулась, через все кочки прыгает. Нет, ушки, сказал он сам себе. Бегай тут за ней, гоняйся. Заведет еще назад не вернешься. Пусть сама бегает. А я домой. И на бегу поворачивать начал. Видит, тень свой бег замедлила и постепенно за ним потянулась. Хотел Хома поднажать, да сил нет. Сел. И тень позади села. Ей видно тоже не сладко. Устала. Бока так и ходят. Отдышался немного Хома. Встал. Потихоньку домой зашагал. А сам оглядывается. Тень за ним послушно плетется. Длинная, тощая, похудела, спотыкается. То-то же, крикнул ей Хома. Что, не видно тебе ничего? Заслонил дорогу. А каково мне было за тобой гоняться и все время под ноги смотреть? Попробуй теперь догони. И помчался. Больше он с ней говорить не стал. Дыхание берег. И назад пореже оглядывался. Драгоценные секунды терять? Как же. Не смогла его тень догнать, как не старалась. А тут еще луна за тучу скрылась. Прибежал Хома к норе, оглянулся. Тени нет. Отстала где-то. Ага, вскричал Хома. Наша взяла. А потом забеспокоился, стал ау кричать. Не отзывается, совсем потерялась. Пошел Хома суслика будить, чтобы вместе тень поискать. Суслик, конечно, спал и свистел носом во сне. Вставай, лежебока. А? Чего? Скочил суслик. Только хотел Хома ему обо всем рассказать, снова луна появилась, в нору заглянула. И тень к ногам Хомы пристроилась. Тут только догадался он, отстала тень, потом темно стало. Вот и спутала она его нору с норой суслика. Так и ходи сзади, пригрозил ей Хома. Будешь знать. Субтитры подогнал «Симон»!